Звучит музыка Звучит музыка Итак, уважаемые садоводы, вот что случилось с нашей яблони. Можете подсказать, выживет ли она, если спереть ствол ниже болезни или уже бесполезно. Я об этом уже рассказывал. Сейчас в этих мини-фильмах я хочу выделить, почему. Казалось бы, потом переписка продолжалась, и вместо хамства ничего. Почему нельзя было сказать, что это все надо убрать, как Железов сказал. Почему убрать траву, это видимо скошная трава, в качестве мульчипа. Если ее убрать перестанет, это 99% что я прав. Вспоминайте предыдущий фильм. То же самое касается корневой шейки. Вот это все сгнивает. Ну добавлялось и вот эти ненужные раны дополнительно. Когда-то она была уже умирала, ее уже половину отрезали. Она продолжает умирать, покрывается грибами. Грибы эти абсолютно, даже не безобизны, это еще ладно. Они полезны, они выполняют свою работу и предназначены самой природой. Больные, умирающие деревья покрываются мертвичинами. Их дело перевести их в органику. И не мешайте вы им просто не калечить деревья. И уж если человек попросил помощи, не пишите вот это вот. Это вторая фотография этого же дерева. Так. Не пишите вот этого, пожалуйста. Гриб-гребенчик. Какая у вас, оказывается, грамотность. Так и будет ее мучить, пилить и сжигать. Дальше, мы уже фильм снимали, это мини-фильмы. Там подробно рассказ, вот как... Ну, в общем, я, значит, сказал, что это надо. Уважаемая Наталья, пишет брат, по просьбе по проблеме вашей я бы дал рекомендации, комментарии в своем вебинаре известный сибирский садовод 36-летним стажем железа ВК. Посмотреть ролик о тревоге из вебинара можно на Ютубе, от доклассика, ВКонтакте. Называется ролик. Вот этот наберете и увидите подробнее. Сейчас я обещал, что будут мини-фильмы. Главное, вот, совершенно декомпетентный совет. Совершенно. Вот это вот. Вот. Как только у нее это... Пилить и сжигать. Подробнее, уже я вас куда послал, вместе с братом, вот сюда. Этот ролик найдете по этому названию. Вот. И благодарность получил ее. Вот так вот. Ну, а мы сейчас закончим это. Еще пару минут. И мы перейдем к следующему теме. Это будет уже серия номерты. Они вот маленькие, но хорошенькие. Итак, еще раз. Какая-то недоговоренность. Наверное, исключить еще что-то нельзя. Вспоминаем. Иссорию явно не знаю. Но она уже достаточно долго жила. И, наверное, если это была импортная какая-то, неполноценная, допустим. Но ей даже, вот что удивительно, там, где покаживаю я вам грушу семилетнюю, еще раз здоровую, там в нижней ветке было приказано той же уровень отрезать. Здесь она этого не сделала, потому что, видимо, поняла, что даже это уже... Калечить дальше бесполезно, надо убирать ее. Скорее всего, убирать придется. Последний шанс вычистить все отсюда, от мульчи, дать воздуху, дать, чтобы она продышалась. То есть, это... И, естественно, отрезать вот это все. Кроме, может быть, этой ветки, которая, возможно... И там еще одна подозрительная ветка, в подозрительном плане живая, возможно. Остальное просто не видно. Дать им маленький-маленький шанс. Оживет, не оживет. Ну, если уже мульча сожрала кору, сожрала камбий, спасение невозможно. Но Ольга сказала убирать, а причину она и сама не знала. Потом она выкручивалась, все, на грибы валило, много чего было. Вот, но на этом, будем считать, мы закончили. По-моему, я за оскорбление с вами расквитаюсь, Ольга Исакова.